Добрый день! Сегодня в своем видео я хочу показать и рассказать, как вкусно можно приготовить жульен. Для этого нам понадобится лук репчатый, сметана, сыр. Я люблю в жульенах, в поджарках с грибами использовать вот такого типа мяска, наподобие что-то грудинкой с прослойками сала. Зелень, соль и грибы. Помимо шампиньонов, я очень люблю использовать в готовке вешенки, шитаки, тоже очень вкусные грибы. Вешенки, они получаются такие более хрустящие, более такие плотные. Текстура их мне больше нравится, чем шампиньоны. Итак, я грибочки взяла, порезала на небольшие кусочки, положила в сковородку, теперь буду их обжаривать. Также я взяла, порезала лук и мяско. Итак, вот жарятся мои вешенки. Они уже, скажем так, уменьшились в объемах, выпустили сок. Теперь я добавляю сюда мяско, ветчину, которую тоже буду вместе с ними обжаривать. Мяско, ветчину, можно курицу, мясо какое-нибудь добавить. Все, как говорится, на ваше усмотрение. Но я люблю вот такую вот грудинку добавить. Сейчас она все-все замечательно обжаривается. Итак, вот я обжарила уже свою грудинку с грибами. Теперь я буду добавлять сюда лук, который я порезала. Так, лука мы любим много, я его всегда не жалею, добавляю. Ну, скажем так, по вкусу вашему, как вы любите. И теперь тоже обжариваю все это вместе с луком. И хочу обратить ваше внимание на то, что теперь, в данный момент, когда вы уже смешаетесь все с луком, самое время добавлять сольку, специи, какие вам нравятся. Но так как мы не сторонники сильно пряности и приправ разных, то я не буду добавлять, так как грудинка у нас соленая. Сыр еще в этом рецепте идет, поэтому нам, скажем, дополнительные специи не требуются. Вот у меня уже приготовилась вся сковорода для моего жульена. Теперь я взяла стеклянную формочку и все выкладываю сюда. Так как у меня посуда стеклянная и, скажем, в жульен входят такие ингредиенты, которые не требуют масла подсолнечного, то масла подсолнечного я уже сюда никакого не добавляю. Итак, вот я выкладываю все. Вот я выложила весь жульен в мою посуду стеклянную. Теперь я добавлю где-то столовую ложку сметаны, чтобы он был сочный и очень вкусный. Итак, ложечку сметаны, чуть больше столовую. И теперь это все я перемешаю до однородной массы. Вот я сметану размешала, все разровняла. А теперь я буду на терку тереть сыр. Вот я сыр натерла на терке, не жалея. Теперь я чуть-чуть сверху немножко зеленью припорошу, присыплю. Сделаю такую немножко приправку дополнительную. Это у меня петрушечка. Так, вот я присыпала зеленью. И теперь тоненький слой майонеза, чтобы сыр не сильно запекся. Так, вот я майонез. И теперь можно ставить в духовку, запекаться при температуре 180 градусов. До того момента, как наш сыр станет желтый, золотистый, красивый. До тех пор запекаем наш жульен. Вот я достала свой жульен из духовки. Получился он такой у меня вкусный, красивый. Готовится легко и быстро. Всем пока! Подписывайтесь на наш канал и узнаете много чего полезного и интересного для себя.